Я прочёл все книги. Однако же, он так и не вернулся. Если ты найдёшь его, найдёшь и кристалл. Значит, Натан отправился в развалины с могущественным волшебным кристаллом и пропал. А я должен туда пойти даже без кристалла? В точности так. Ну ладно, рад, что всё прояснилось. У меня есть пара вопросов. Вопросы питают мозг. Что ты можешь мне рассказать про свитки? Свитки – это такой способ пленения магии. Их может использовать любой, но после прочтения свиток теряет свои свойства и становится просто куском бумаги. Если хочешь узнать больше, поговори с мастером Илюмаром. Расскажи мне о силе кристаллов. Магия кристаллов – наиболее старая из известных форм волшебства. Она весьма развита. Что ты можешь рассказать мне о рунах? Руны. Руны – крайне разносторонняя форма магии. Знания, позволяющие создавать руны, утеряны. Но мы всё ещё можем их использовать, если научимся раскрывать свою душу. А не расскажешь побольше про руны? Сначала тебе нужно заполучить собственный кристалл и научиться им управлять. С рунами мы разберёмся попозже. С рунами мы разберёмся попозже. Тебе нужна травка? Таким путём можно достичь просветления, но оно будет недолговечно. Ещё один рекрут Инквизиции. Надо думать, ты не из добровольцев. Стал добровольцем, когда на меня нажали по приказу Инквизитора. Вот. Что же произошло? А, не повезло. Я охотился на волков, когда попался на глаза патрулю белых мантий. Кое-кто от них сбежал, а я вот попался. Ты охотник? Да. Только никого не волнует, что я умею стрелять из лука. Тут я просто очередной рекрут по имени Джервис. Они хотят, чтоб я учился бою с посохом и магией. Будем надеяться, что Инквизиция не зашлёт меня в развалины, когда я изучу всю эту магию. Травки не желаешь? Нет уж, спасибо. У меня и так голова пухнет. Привет. Меня зовут Эрлан. Тебя тоже призвали? Или сам решил прийти сюда? Нет. Я доброволец. Хороший выбор. Надо было и мне так сделать. Почему? Ну, сначала я скрывался, но они схватили меня. Но когда я попал сюда, то понял, как здесь хорошо. Орден заботится о нас и даже даёт образование. На самом деле, прекрасная жизнь. Какой путь ты избрал? Меня примут в Орден как воина. Я выбрал этот путь. Выходит, ты сейчас как раз проходишь испытания. Я прохожу испытания у Илюмара. Ты случайно не знаешь, что нужно для свитка Наутилуса? Без понятия. Извини. Если вдруг узнаешь, сообщи мне, пожалуйста. Нам будет выгодно поделиться знаниями. Травка не интересует? Хм... Эээ... Вообще-то нет. Ты готов служить Ордену? Я готов. Всегда можно стать лучше. Если учиться, то можно стать ещё лучше. Но когда придёт момент, я готов служить. Похоже, ты готов. Подготовка свитка. Создающий свиток должен приготовить своё сознание. Затем выложить на подготовленный рунный стол нужные компоненты. А также чистый свиток пергамента и перо. Скопируйте руну, обращая внимание на все штрихи, указанные создателем руны. Значит, секрет в рунном столе. Рунный стол. Рунный стол. Могущественный инструмент. Так-так, это ерунда. А, вот. Чтобы подготовить рунный стол, положите в специальное приспособление необходимую руну. Ага, вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще раз. О, нет. Да. Вот. И еще раз. Лучше начать сначала. Да. В чем дело? Тебе нравится курить, Брюгл? Что? Ты теперь занимаешься тем же, чем и Хеммлер? Я пытаюсь привлечь внимание убийцы. А, понятно. Да, я бы выкурил Брюгла. Вот твое золото. Я нашел мудрость в битве. Ты мог бы сказать мне, что это заглавие книги? Только ребенок ожидает, что мир даст простые ответы. Жизнь сама по себе тайна. Можешь оставить у себя книгу. Прочти, если ты еще не сделал этого. Когда закончишь, отдай ее кому-нибудь, чтобы он тоже прочел. Твое испытание пройдено успешно. Не желаешь немного Брюгла? Предпочитаю ясность сознания. И тебе того же желаю. Пытаешься занять место Хеммлера и продавать забвение? Или ты собираешься стать воином? Я играю эту роль только для того, чтобы найти убийцу Хеммлера. А, понимаю. Смотри у меня, чтобы это была только роль. Не раз бывало, что то, что поначалу было притворством, в результате оказывалось чистой правдой. Покурить не желаешь? Ты, видимо, нашел заначку Хеммлера, да? Хочешь раскрутить свое дело? Брать будешь или нет? Ладно, ладно. Дай-ка самокруточку. Только не забывай, что с этим делом здорово нарваться можно. Эй, ты меня сменить пришел? Самое время. Устал, как собака. Ты хочешь, чтобы я навоз разгребал? Я думал, ты меня сменить пришел. Ладно тебе. Я же не за просто так прошу. И что же ты предлагаешь? У меня есть бутылочка кое-чего особенного. Полная бутылка огнетрава. Э-э-э, хочешь брюгла? А у тебя есть? После всей этой истории с Хеммлером, я уж думал, запасы сяк окончательно. Вот. Отличная штука. Даже не знаю, что лучше, пить или курить. По мне, и то, и другое в самый раз. Так что я выпью и покурю. Какой еще огнетрав? Это вино магов. С ним надо быть очень осторожным. Что, такое крепкое? Сдувает крышу и валит с ног в момент. А уж как тяжко его доставать. И что мне с ним делать? Оставь на какой-нибудь особый случай. Как бы это... Если его подарить кому-нибудь, ну, особенному. Буквально глоток. Отлично себя чувствуешь, но уже сам не понимаешь, что говоришь. Это волшебное вино надо беречь. Это волшебное вино надо беречь. Беречь для особых случаев. Огнетрав, он такой. Ну, я, в принципе, могу тебе и обычного вина достать. Но это вино, ого-го, вино с особым эффектом для тех, кто понимает. Ты присматриваешь за винным погребом? Я гордо ношу звание распорядитель погреба магов. Сам мастер Игнатий вручил мне ключ от винного погреба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тот, кто тебе нужен. Какие особые способности? А такие особые, которые не у каждого воина ордена найдешь. Ну, например? Я имею в виду ловкость. Ловкость рук, понимаешь? Способность облегчать тяжелые карманы. Так, понятно. Зачем ты роешься в навозной куче? Кого-то разозлил? Да нет. Просто кто-то должен это делать. И вот они послали человека с моими способностями разгребать дерьмо. Целыми днями. Пора бы уже на кого-нибудь еще свалить эту грязную работу. Отдай мне ключ от погреба. Это тебе не просто ключ от погреба. Это ключ к неземному блаженству. Ну, тогда дай сюда ключ к блаженству. Может быть, мне еще заодно вырвать себе сердце и отдать тебе? Слушай, я быстро верну. Нет. Даже не обсуждается. Посмотрим. Может, мне удастся найти кого-нибудь тебе на замену. А тебе можно верить? Ты не оставишь меня вот так, по колено в дерьме, как есть? Ну, ладно, ладно. Отдам тебе обещанную бутылку. Я же тебе доверяю, правда? У тебя честное лицо. Надо сказать, такое же лицо у всех воров, которых я знаю. Эээ, знал. А вот их ловких рук надо опасаться. Слушай, приведи какого-нибудь послушника на мое место. Их все равно обычно заставляют подметать. У меня есть вопрос касательно краж. Слушай, самое главное – отвлечь жертву. Только так ты сможешь успешно что-нибудь стащить. КОНЕЦ Куришь? Травка? Ты занял место Хеммлора, верно? Да, не откажусь. Сколько? Всего 50 золотых монет. Приятно, когда человек продает травку по разумной цене. Это моя единственная слабость. А этот мошенник Хеммлор заламывал мне за нее бешеную цену. Эй, Тейлор, тебе пора заняться навозной кучей. А что ты предлагаешь? Предлагаю. Я не боюсь запачкаться. Но у всего есть своя цена. Что ты хочешь получить за навозную кучу? Рагу Арлока. Это единственная вещь, которую можно здесь есть. А готовит он его крайне редко. И ты хочешь мою долю? Да. За работу, которую ты и так должен был сделать. Ладно, хорошо. Тогда просто принеси мне взамен 10 яблок. Фрукты улучшают пищеварение. Никому не захочется страдать запором в таком месте, как это. Вот твои яблоки. Спасибо. Я займусь навозной кучей прямо сейчас. Эй, как дела? Есть успехи с помощником по перемещению экскрементов? Я нашел, кто за тебя будет дерьмо разгребать, если ты об этом. Знаю, спасибо тебе. Надо бы вино попробовать. Вино у Арлока высшей пробы. Надо попробовать, убедиться, что не скисло. Всегда стоит проверить лишний раз. Удостовериться. Берем вам, Alm làно. Да, не знаю. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Мне больше нечего тебе сказать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Отлично. Ты действительно все выучил. А можно мне тогда перо? Увы, часть испытания заключается в том, что все компоненты ты должен добыть самостоятельно. Это умение столь же важно, как и сама способность создавать свитки. Возможно, кто-нибудь из учеников тебе поможет. Можно перейти к испытанию? Приходи, когда будешь готов. Испытание требует от тебя создать свиток, причем исключительно самостоятельно. Можешь приступать, как только будешь способен это сделать. Можно мне приступить к испытанию? Нет. Сперва тебе следует расширить свои познания в области теории. Это вроде бы не так и сложно. Не торопись. Теория лежит в основе всех исследований. Тебе стоит впитать знание, хорошенько его запомнить. Каково мое задание, мастер Илюмар? Ты уже знаешь, что каждое заклинание требует магических компонентов. Значит, мне надо... Не перебивай. Ты узнаешь компоненты для всех заклинаний первого круга магии. Таково твое задание. Возвращайся, когда выполнишь его. Как мне узнать эти компоненты? Посредством учения. Все необходимые знания ты найдешь в книгах и умах других учеников. Если ты им поможешь, я убежден, они с радостью помогут тебе в ответ. Я знаю компонент заклинания иллюзий. И каков же он? Бивень кабана. Я знаю, что нужно для заклинания телекинеза. Говори. Нужна пыльца с крыльями. Точно так. Отлично. Отлично. Итак, каковы заклинания первого круга? Всего есть шесть заклинаний, опирающихся на силу рун. Волшебный свет и легкое исцеление – самые простые заклинания для всех. Телекинез и превращение наутилус – самые могущественные заклинания. Также есть еще иллюзия и шутка. Вы сказали шутка? Именно так. Со временем ты поймешь действия этого заклинания. А пока что сосредоточься на компонентах. Мне нужно перо. Мое перо уже порядком поистрепалось. У Энсо есть запас. Но этот мерзавец за них кучу золота требует. Мне нужно узнать компоненты для всех заклинаний первого круга. Думаешь, я их знаю? Я только знаю, что нужно для заклинания света. И что же нужно для этого? Пара золотых монет. Золотых монет? Ну, так в книге написано. Целые годы могут уйти на то, чтобы открыть все компоненты. Я бы поговорил на твоем месте с другими послушниками, а также сунул нос во все книги в окрестностях. Ага. Спасибо. Где мне достать письменные принадлежности? У меня ничего нет. Сходил бы ты, поговорил с Эрланом. Компоненты каких заклинаний ты знаешь? Шутки и телекинеза. Кто еще может рассказать о компонентах для свитков? Ну, возможно, Джервис и Эш. Или, если любишь книги, всегда есть библиотека. И еще Энса. Он много знает. Если он может подсказать, почему ты к нему не обращаешься. Я с ним не разговариваю. Почему ты не разговариваешь с Энсом? Длинная история. Но, скажем так, я у него кое-что взял. Так ты, выходит, вор? Я не знал, что это была его индюшка. Вы разругались из-за индюшки? Ты не представляешь, как трудно здесь найти индюшку. Я не знал, что она принадлежит ему. Ты думал, это случайная, невостребованная индюшка? Я и так уже чувствую себя виноватым. Ладно. Если бы ее легко было заменить, я бы отдал ему дюжину. И мы бы остались друзьями. Если я найду индюшку, я принесу ее тебе. Не думаю, что она тебе попадется. Я выполнял задание посложнее, чем поиск индюшки. Мне нужно перо. Предупреждаю. Не проси у Энса. У него есть, но он тебя обманет. Спроси у Каспора. Он послушник. У него много всего. Возможно, у него есть перья. У тебя есть перо или пергамент? Конечно, если тебе это нужно, обращайся ко мне. Чистые свитки всегда хорошо расходятся. Если тебе нужно перо, у меня есть одно в запасе. Спасибо. Это может пригодиться. Испытание мастера Илюмара, верно? Знаешь что? Я отдам тебе это перо бесплатно. Спасибо. Только обещай, что будешь покупать пергамент у меня. Ладно? Я продал весь брюгал. И что теперь? Теперь надо ждать, пока убийца не придет выяснить, кто позарился на его клиентуру. Помнишь, как кончил Хемлор? Что ж, твоя голова. Это твоя голова. Если ты действительно хочешь приманить его, старайся не попадаться на глаза. Избегай людных мест. Есть предложение? Не знаю. Может быть, туалет. Я не знаю, что случилось с этим местом. Зачем ты сделал это, парень? Мастер Арик? Не мог бы ты прийти сначала ко мне? Ты что, действительно не понимаешь? Я сделал это для того, чтобы найти убийцу Хемлора. Это вы, мастер Арик. Ты думаешь, мне плевать на то, что я сделал? Я никогда не хотел такого исхода. Ты думаешь, что я не просыпаюсь каждую ночь в холодном поту, потому что вижу его лицо? Тогда зачем вы убили его? Я всего лишь хотел получить свою долю. За то, что помогал ему найти клиентов. За то, что закрывал на все глаза. Мне было нужно это золото, чтобы вернуться на материк. Я должен найти их. Так что происходит на материке? Этого я могу никогда не узнать. Возможно, уже слишком поздно. Слишком поздно для всех нас. Брюгал был моей последней надеждой на возвращение домой. Их последней надеждой. Я тебя убью. Кажется, ты взволнован. Я нашел убийцу Хеммлера. Ты уверен? Да. Это мастер Арик. Хеммлер задолжал Арику за брюгал, который тот ему поставлял. Он убил Хеммлера и мог бы убить меня. Что ты сделал с Ариком? Он мертв. Что ж, тем лучше для него. Этот человек оскорбил нашу веру и внес раскол в наше братство. Будем надеяться, другие не последуют его примеру. Значит, ты будешь обучать меня? Ты доказал, что достоин обучения. Я получу вознаграждение? Ты показал проницательность рвения к службе. Прими награду от Круга. Используй свою проницательность. Моя сила в битве послужит Кругу. Да будет так. Ну! Моя сила в битве. Моя сила в битве. Моя сила в битве. Моя сила в битву, которую тот поставлял. А Хэммлер не хотел платить. Похоже, что Арик отчаялся получить свое золото, которое ему было нужно, чтобы вернуться на материк. Отчаялся до такой степени, чтобы убить Не думал, что он способен на подобное Ты рассказал Витусу? Витус знает Но это в какой-то степени может тебя защитить Арик? Просто поверить не могу Иди к чертям Я слышал, что ты с Ариком сделал Попробуешь такое еще раз Я тебе все косточки переломаю Предатель Помолчи Чего тебе? Ну, удалось найти убийцу Это был Арик Он взял один из твоих ножей Этот старый хрен тут набивал пузо моей стрепней А потом попытался подставить меня Похоже, я тебя здорово выручил Как насчет миски рагу за труды? Возьми колбаску, но это все Колбаску? Вот это здорово Индюшку мне достать сможешь? А что ты с ней делать собрался? Так сможешь? Это нелегко Индюшки только магам положены Сколько возьмешь? Достать будет трудно Влетит тебе в 200 золотых монет Вот, бери И давай сюда индюшку Ох, кто-то, видимо, очень хочет пирог с индюшатиной Вот Она направлялась Игнатию прямо в пузо Будем надеяться, он ее не хватится Вот Одна индюшка Не верю своим глазам Правда? Индейка Где ты ее раздобыл? Ладно, ладно, никаких вопросов Я отдам ее Энсе Считай, что это индюшка мира Она решит ваше недоразумение Надеюсь Спасибо Смотри Вот тебе свиток Он пригодится, если вдруг с тобой случится беда Я прохожу испытание у мастера Илюмара Я тоже прохожу испытания, потому и хочу попасть в священный зал А что в священном зале? Пара книжных полок Я бы сходил туда узнать, какие компоненты нужны для свитка Иллюзий Ты знаешь, что нужно для свитка Наутилус? Да, а что? Это нужно для моего испытания Тогда предложи мне что-то взамен Что ты хочешь? Золото? Нет Мне нужны знания Я должен узнать, что нужно, чтобы создать иллюзию Добудь информацию, и я расскажу, что мне известно Тебе понадобится клык Кабана, чтобы создать иллюзию Прекрасно Чтобы создать свиток Наутилуса, тебе понадобится старая пустая раковина этого моллюска Я знаю компонент для свитка света Очень полезный свиток Так скажи мне, что нужно, чтобы создать его? Пара золотых монет Отлично Я знаю компонент для свитка превращения Наутилуса Продолжай Это пустая раковина Наутилуса Верно Это заклинание весьма могущественно Поэтому раковины представляют особую ценность Помолчи Как же ты создаешь свитки? Ничего нового Продолжение следует... Продолжение следует... Я знаю компонент, необходимый для свитка Наутилуса Отлично Я поменяюсь с тобой Для каких заклинаний тебе нужны компоненты? Можешь сказать, что нужно для свитка шутки? Для этого заклинания понадобится жемчужина Хорошо Для создания свитка Наутилуса Нужна пустая раковина Наутилуса Надо было мне самому додуматься Я выяснил компонент для заклинания шутка И чего же? Жемчужина Мы сможем поговорить, когда у тебя будет дело Итак Арик убил Хемлера Хотя золоту не страшна ржавчина Оно само легко разъедает души людей Если бы ты его не нашел, он бы причинил нам всем немало бед Ты доказал, что достоин А как ты оказался в Ордене? Священный Огонь говорил со мной Я понял, что мой долг служить Ему Служить другим В жизни есть вещи поважнее золота Даже поважнее знаний Мой дух знает это И я следую за ним Эй, удалось ли тебе пройти испытание мастера Элюмара? Да Тебе он тоже предложил пройти испытание Это было чрезвычайно утомительно Знаешь ли ты, какие компоненты нужны для заклинаний первого круга? Вроде да Но теперь уже не помню Это было давным-давно Но хоть что-то же ты помнишь? Да Вроде что-то помню Я в то время курил уже очень много Ну же, подумай Прошу Я думаю Думаю Нет Но мне помог мастер Абрекс Возможно, у тебя получится Мастер Абрекс Чтобы пройти испытание мастера Элюмара Мне нужно найти список компонентов Ты мне поможешь? Компонентов? Неужели старик снова экспериментирует с зельями? Надеюсь, что нет Ева всегда раздражало то, что он уступает мне в умении Элюмару стоит заниматься свитками В этом он настоящий мастер Можешь ли ты помочь мне найти компоненты для его свитков? Смогу ли я пройти испытание, данное мне мастером Элюмаром? Очень хорошо, что ты здесь У свитков и зелий есть кое-что общее И те, и другие обладают силой, воспользоваться которой может любой Все, что нужно для создания правильного свитка и зелья Это верная формула, компоненты и немного знаний Да, но можешь ли ты помочь мне с этими компонентами? Хм, я варил зелье еще тогда, когда ты учился ползать А свитки тоже? Свитки? О, да Да, однажды мне довелось работать над полиморфным зельем Насколько я помню, для этого мне пришлось изучить свиток иллюзий Думаю, он где-то тут Значит, ты знаешь, где сейчас свиток иллюзий? Я знал, если долго не использовать свои знания, они стираются из памяти Где-то тут была книга об этом, но я не помню, где именно Если ты ее найдешь, обязательно прочти Но смотри, не устрой тут беспорядка Я знал это Ничего нового Как же ты создаешь свитки? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можешь сказать мне, что нужно для легкого исцеления? Конечно же, кое-кто опасается незнакомцев Но я думаю, что в это неспокойное время нужно держаться вместе Ты, конечно, не похож на шпиона, но шпионы обычно тоже не похожи Мне нужно узнать компоненты для испытания Илюмара Ага, то есть ты определенно один из нас Ну или работаешь в этом направлении Ну, ты был так любезен и принес мне книгу Так что, если хочешь, могу рассказать тебе про компоненты заклинания легкого исцеления Что мне нужно, чтобы создать свиток легкого исцеления? Ну, для этого тебе понадобится лечебная трава Я выяснил компонент для легкого исцеления И что же это? Лечебная трава Ты обладаешь способностями и стремишься к знаниям Теоретическая часть твоего обучения завершена Отличная работа Я научу тебя навыкам, когда у тебя будет достаточно опыта Я уже готов к испытанию? Полагаю, что да Я готов к испытанию Чтобы пройти мое испытание, ты должен создать свиток от начала и до конца самостоятельно Без всякой помощи Я дам тебе лишь одну руну и место, где ты сможешь работать Все остальное зависит от тебя Возьми руну света и приступай Как же ты создаешь свитки? Как мне создать магический свиток? Чтобы создать свиток, нужен шаблон Магическая руна Магическую структуру руны нужно перенести на пергамент на рунном столе Чтобы закрепить магию на пергаменте, нужны особые компоненты В зависимости от заклинания, которые ты хочешь записать Вот и все Вот свиток, мастер Ну что, не так и плохо Этот свиток действительно впитал в себя энергию руны Ты прошел свое испытание Ты теперь, несомненно, способен самостоятельно создавать свитки Однако, если тебе вдруг нужны будут готовые свитки Я могу тебе помочь с этим Мастер, мне нужны свитки Ты, да, ты У меня есть для тебя работа Скажи Северину, пусть отправляет очередную партию Понял? Северин? Он кто? Северин управляет нашим лагерем по поиску артефактов Который находится в месте, известном как ферма Тильды Он расположен на дороге, ведущей в Харбор Таун Скажи Северину, чтобы отправлял следующую партию сюда Я найду Северина Если Северин обнаружит какие-то особые артефакты Пусть отдаст их тебе А ты доставишь их мне Немедленно Чем ты тут занимаешься? Я отвечаю за артефакты Я отсматриваю все, что приносят наемники из развалин Все В этом ключ Ключ к тому, чтобы понять, как руины возникли из ниоткуда Как объяснить бури Очень важная работа Все магические предметы должны быть доставлены сюда и обработаны Если я пойду, можно будет взять магический предмет? Нет Даже самый маленький? Почему я должен тебе что-то давать? Ты ничего не сделал для меня? Что в тех сундуках? Серебро и золото Драгоценности Хлам Ничего особенного Можно мне взять немного золотого или серебряного хлама? Нет Все принадлежит ордену Есть те, для кого важен хлам И, возможно, мы сумеем использовать бессмысленную жадность в своих целях Да Мы не можем удовлетворять чью-либо бессмысленную жадность без разрешения Мы можем договориться? Договориться? Сначала пройди все испытания Ты слишком легко от них отвлекаешься Северин просто отдаст мне эти предметы? Почему бы и нет? Он не знает меня Хм... Наверное, тебе понадобится пароль Черный дрозд поет в ночи Берегись белки в своем исподнем Что-то вроде того Это может сработать Хорошо Скажи ему Если не дашь мне артефакты, я оторву тебе голову Как тебе такое? Звучит убедительно Звучит убедительно